Несколько десятков рабочих у дверей офиса бывшей стройкомпании «Вегастарт» ждут. Вдруг случится чудо, и им выплатят заработанное потом. Строитель Жарастанатов пару лет назад приехал в Атарау из соседнего Уральска на заработки. Жараст единственный кормилец в семье. «Не можем детей отправить в школу. В общежитии нас уже не кормят третий день. Выселяют нас общежития, нам некуда идти. 10 числа мы караулим офис, нас кормят только завтраками». Компания «Вегастарт» успешно обанкротилась. Затем предприятия реанимировали, переименовали в «Аспарайс» и снова развернули предпринимательскую деятельность. Правда, прежние базовые проблемы не решены. По словам бастующих, компания целый год не переводила пенсионные отчисления, отказывалась отдавать на руки трудовые договора и рассчитываться с коллективом. Большинство из забастовщиков – это далеко не местные кадры. «Мы около 70-80 человек сейчас домой доехать не можем. Что нам делать? Не знаю, мы бомжами станем или в отраве. Я не знаю этого. Конкретно обещать не могу. Это безусловно. Нету. Даже мы свои сотовые телефоны распродаем. Не можем доехать. Каждому человеку по 10 тысяч человек, по 10 тысяч нужно домой доехать, чтобы в Уральскую область, там, с каждого региона». Руководство компании «Вегастарт» скрылось в неизвестном от правоохранительных органов направлении. Чиновники из трудовой инспекции уверяют, что никакой задолженности у старой новой компании «Аспарайз» перед работниками нет. «В данное время работникам пока выплачены за июль заработные платы, за август будет выплачено. Руководитель компании сообщил своим работникам, что сегодня генподрядчикам компании «Костройсервис» перечисленные средства, и работодатель обещал выплатить им в понедельник и вторник заработную плату». Таким образом, местные власти пытаются сбить социальный градус, говорят рабочие. Богатейший углеводородный запад страны давно уже считается очагом социальной нестабильности и отмечен на карте как потенциально взрывоопасный регион. Субтитры создавал DimaTorzok